Строительство третьего этапа скоростной трассы М-11 Нева идет полным ходом. Губернатор Игорь Руденя совместно с председателем правления государственной компании «Автодор» Вячеславом Петушенко провел выездное совещание по вопросам северного обхода. О том, на каком этапе ремонтной работы и чем уникальна данная трасса, расскажет Наталья Федорова. На данный момент строительство трассы задействовано около 1000 человек и 300 единиц техники. Компания-подрядчик «Автодор» создает все благоприятные условия. Подъездные дороги, площадки, искусственные сооружения и все это с применением высокотехнологичных стандартов производства. Компания разворачивает здесь новый высокотехнологичный асфальтовый завод, который соответствует всем экологическим требованиям. И при производстве асфальта будут применяться новые стандарты по битому, по всем свяжущим элементам, которые полностью экологически соответствуют стандартам Российской Федерации. Как мы можем заметить, прямо за моей спиной строительство идет полным ходом. Ведь совсем скоро появится четырехполосная дорога с уникальной транспортной развязкой. Также появится более 20 современных сооружений и появятся, конечно же, площадки для отдыха. Продолжается устройство земляного полотна основного хода трассы. Также идет монтаж искусственных сооружений нескольких путепроводов, существующих дорожной сетью. В Михайловском, Черногубовском и Медновском сельских поселениях Калининского района. Интересно и то, что одновременно с ремонтом продолжается проведение археологических раскопок и расчистка лесных участков трассы. Мы уже вышли на работы на все искусственные сооружения большие. Это мост через Волгу, два моста через Тверцу. По большому счету, в планах у нас уже выходить на укладку асфальтобетона на пробную в октябре месяце этого года. При общении с журналистами губернатор также отметил, что при проектировании трассы учтено увеличение турпотока в регион. Предусмотрено обустройство мест для парковок, отдыха, путешественников на автомобилях. Главная задача, которая сегодня стоит перед нами, это соблюдение не только графиков строительства, но и очень важно, это привлечение людей, материалов, которые бы дали возможность развитию экономического территории. На данный момент предусмотрено устройство почти 104 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов. Это 46 деревень и СНТ по ходу следования трассы. Также заявлено устройство биопереходов, локальных очистных и ливневых сооружений, проведение лесовосстановления. А открытие движения по северному обходу запланировано на весну 2024 года.